В преддверии 9 мая в Астрахани прошли многочисленные мероприятия, на которых чествовали ветеранов. Один из праздничных концертов состоялся в Театре юного зрителя. Великая Отечественная война 1941-1945 годов вошла в историю как одна из самых страшных и кровавых воин человечества. Победа далась дорогой ценой. Вот уже 69 лет, 9 мая, мы все отмечаем этот великий праздник, День Победы. Мальчишки и девчонки с легкостью танцующие, поющие для ветеранов, не знают того, что пережили их предки. А те, в свою очередь, смотря на них и зрительного зала, вспоминают свое подначастие повзрослевшее детство. В 12 лет я уже работал в колхозе. Девчонки постарше управляли плугом, а я быками или лошадями. Война началась, мне было 10-11 лет. Тоже работали и выращивали овощи. В школе училась, у нас участок давали для раненых, все готовили. В лесу собирали груши, яблоки, все сдавали. Специально приезжали, в госпитали забирали. Сегодня свидетелей этих далеких ужасных лет осталось мало. Еще меньше непосредственных участников боевых сражений. В Тюзино о праздничном концерте в честь Дня Великой Победы в числе почетных ветеранов и Герман Симонов. Он участник двух войн. В 18 лет ушел на Финскую войну. Через полтора года началась Великая Отечественная. Вся грудь ветерана в орденах и медалях. Но самая дорогая награда – медаль за отвагу. Мы предотвратили наступление в одном месте. И экипаж одному танку заставили, чтобы не допустить это, чтобы в окружение не попали. Вот мы отбили все. Это первая моя награда. От переднего края раскаты гремят, охоженки доходят отрыва. Молодому дарованию России Константину Склярову едва исполнилось 17. Он не знает той далекой войны, но страшные ее последствия коснулись и его семьи. У меня прадедушка, без вести пропавший на войне. Еще один прадедушка по маминой линии, он прошел и Финскую войну, и Великой Отечественной. Нет, нет, не жив, увы, погиб. Для меня большая честь участвовать в таких замечательных концертах. И еще относиться к такому празднику, как День Победы, 9 мая. Это, мне кажется, долг каждого. Долг каждого – помнить о событиях, ставшей уже далекой Великой Отечественной войны. О подвиге людей, вырвавших из кровавой мясорубки фашизма долгожданную победу, которая далась ценой невосполнимых потерь. Низкий поклон ветеранам. Марина Лазарева, Вячеслав Яромовский, Новости, 24 Астрахани.